Меня зовут Станислав Рудковский, мне 35 лет, я родом из Сибири, из Красноярска, сейчас нахожусь в Праге. Являюсь магистрантом российских исследований программы фонда имени Бориса Немцова на Фирософском факультете Карлова университета в Праге. Мне интересно понять логику и природу вообще российского режима, каким образом, собственно, он дошел до 24 февраля 2022 года, то есть тема моя, можно сказать, непосредственно связана с войной, которую ведет Россия, с полномасштабной войной, которую ведет Россия против Украины. 24 февраля я запомнил так, что я тогда буквально, да, получается, меньше двух месяцев я находился в Праге на тот момент, жил еще в общежитии, которое мне предоставляла языковая школа. Я в тот день не спал, поэтому я мог наблюдать произошедшее, можно сказать, в прямом эфире, но не скажу, что для меня этот факт, это событие стало каким-то неожиданным и удивительным. То есть я, в принципе, знал, что так или иначе война будет еще осенью 2021 года. Я это понял просто из открытых источников, из новостных сводок о том, что скапливается довольно значительное количество российских военных к украинским границам. Вот, но последней каплей на том, что это, собственно, не шантаж, а именно какой-то попытка военного вторжения для меня стало, когда я слушал специалиста такого, да, военного, известного, Руслана Левиева, это Conflict Intelligence Team. Вот, он говорил о том, что там скапливаются еще части не только военные, но и части Росгвардии, то есть полицейские силы. То есть я был уверен, что Путин рассчитывает на некоторую такую военно-полицейскую операцию с целью подавления последствий, собственно, Евромайдана. Вот, собственно, поэтому мне удивительно было, что война действительно приняла такие масштабы, такие масштабы, что началось все с обстрелов Киева, что мы все помним прекрасно эти кадры, да, людей, которые в киевском метро сидят. Вот, сами эти, эта конкретика, да, эти нюансы для меня стало чем-то таким поразительным и шокирующим, но о том, что так или иначе будет конфликт между Россией и Украиной, ну, собственно, инициатором которого станет Россия, для меня было довольно очевидно, довольно очевидно. Что такое, да, активная, что такое пассивная поддержка? Мы не найдем там очень-очень незначительный процент людей, да, и все они так или иначе на службе окажутся, которые кричат активно, что они поддерживают войну. Но мы понимаем, что огромное количество людей, которые фактически своей, как бы, безвольностью, своей пассивностью оправдывают существующее поражение вещей. И таких родственников, таких родных, таких знакомых у меня большинство, я думаю, как у большинства людей в России. Но у меня есть также и родные, и друзья, которые находятся в России, которые не поддерживают. Люди, которые находятся в России, они социально конформны, да, они не столько верят пропаганде, сколько воодушевляются ей. То есть пропаганда, она очень хорошо ложится на этот социальный конформизм и вписывается в картину мира людей. Поэтому мы со своей стороны не обладаем сопоставимой по масштабу ресурсной базой, чтобы конкурировать с российской пропагандой, с российским государством. С российской социальной действительностью, в которой эти люди, которые обладают работой, семьей, житейскими заботами, полностью встроены в эту жизнь. Им сложно радикально переходить на другие позиции. И нам нечего, к сожалению, им предложить, если они на эти позиции перейдут. То есть это вопрос сугубо и исключительно морального выбора. Но на моральный выбор готовы далеко не все. Дело в том, что выхода как раз не просматривается. Даже те военные эксперты, которые и не военные, а политические, если мы рассматриваем вопрос политической проскостью, которые дают комментарии, они не приходят к какому-то консенсусному положительному решению. То есть мы очевидно видим, что война носит позиционный характер, война носит такой характер, что Россия очевидным образом обладает большим количеством человеческого потенциала и человеческих ресурсов, чем обладает Украина. Но при этом Россия тоже сталкивается из-за колоссальных людских потерь и с дефицитом кадров. При этом Россия медленно наступает. Поэтому возможность каких-то выход на трек мирных переговоров, мы понимаем, что если мы зафиксируем де-факто существующие границы, то очевидно это будет колоссальным положением демократического мира. Это значит, что мы признаем сам факт того, что диктатура может, начав войну, выйти в плюс. В территориальный плюс. В плюс для своей риторики, для своей репутации перед гражданами России. Потому что понятно, что это будет представлено как путинская победа. И самое главное для Украины, это очевидным образом несет риск следующей войны. Когда путинская Россия, оставшись такой же, какая она есть, тем более воодушевившись такой пусть промежуточной, но победой, может перегруппироваться и начать снова. И это самое страшное и самое опасное в этой ситуации. Поэтому призыв к переговорам, он носит в себе большой гуманистический потенциал. Но он, к сожалению, не бьется с реальностью. Продолжение войны. Мы понимаем, что те, кто говорят о продолжении войны, они берут на себя моральную ответственность о том, что они распоряжаются жизнями украинцев, жизнями россиян, которые там находятся. Хотя, безусловно, Россия является страной-агрессором, но люди, которые участвуют в этой войне, они не всегда осознают факт того, что они являются солдатами страны-агрессором. Поэтому их жизни, они тоже подвешены на этот кон. Поэтому продолжение войны, безусловно, несет за собой новые человеческие потери. Перемия несет за собой известные риски, возможности новой агрессии и возможности того, что Путин представит это как свою победу. Поэтому я, к сожалению, не вижу тут какого-то хорошего варианта для этой ситуации. К этой войне готовились не один день. Мы помним прекрасно, как развивались события после Евромайдана. Отгремела, да, Олимпиада. И тут же произошла аннексия Крыма, тут же произошла инвазия, то есть вооруженное вторжение на Донбасс, на территорию Донецка, Луганской областей. Российско-украинскую войну, российская пропаганда готовила десятилетиями. То есть даже не с 14-го года, а еще раньше. Мы можем, в принципе, при желании говорить о том, что украинофобские настроения, они очень глубокие корни имеют, уходящими глубоко в историю, не только, да, путинской России, но и предыдущих итераций. В Российской империи запрещались украинские книги. Собственно, попытки, да, какой-то украинской, на тот момент еще даже не государственности, а автономности, они тоже репрессивным образом пресекались. Было Кирилло-Мефодиевское общество, был Тарас Шевченко, был Гастамаров, там, и так далее, деятели украинского возрождения, потом в советское время, так называемое расстрелянное возрождение. То есть украинофобские настроения – это такой некий базис российского дискурса. Так или иначе, он глубоко укоренен в истории. И для того, чтобы эту матрицу изменить, нужно проделать огромную и колоссальную работу с российским сознанием. А мы видим, что власть, естественно, эту работу не делала, наоборот, путинский режим эти настроения поддерживал и разжигал. Вот это причина главной войны. Почему она стала возможной? Потому что российское общество как минимум пассивно к этому относится, как максимум поддерживает. Самое главное, каким бы Путин не был диктатором, самое главное – это поддержка общества. Пока, к сожалению, поддержка общества нынешнему российскому курсу есть. Очень просто и легко произнести фразу «Я против путинских преступников, против путинских бандитов, но я против санкций, против...» Сейчас такой уже даже некоторый мем пошел. «Простые россияне». То есть, не знаю, у социологов левадовских был в свое время такой конструкт простой советский человек, сейчас у российских оппозиционеров простой россиянин. Мне кажется, что первое, что второе – оно от реальности довольно отторвано и не соприкасается как бы с эмпирическим опытом. Но, в принципе, с точки зрения пропагандистского захода и популистского захода это может сработать. Поэтому я прекрасно понимаю, почему те, кто называют себя российскими политиками, используют подобный дискурс. Но мне кажется, что если мы рассматриваем проблему сущностно, то мы понимаем, что каким образом можно вводить санкции против страны, которая ведет войну, полномасштабную войну в Европе. Очевидным образом, это должны быть секторальные санкции. Если это секторальные санкции, даже если это санкции сугубо против ВПК, то они так или иначе затронут так называемых простых россиян. Бесловно, они будут касаться экономики, они будут касаться тех людей, которые связаны с военными производствами. Оно будет касаться их семей. Люди, их жизнь ухудшится от этих санкций. Не вводить санкции подобного рода, вводить исключительно персональные санкции, это абсолютно неоправданно, потому что Россия ведет войну. И ведет войну очень значительную и крупную по историческим масштабам. То есть некоторые говорят, что это чуть ли не самая крупная война даже не со времен Югославии, а со Второй мировой войны. То есть понятно, что если Россия таким образом себя ведет, нужно отвечать тоже решительным образом. И, безусловно, это будут секторальные санкции. Если мы рассматриваем санкции внутри Евросоюза, которые касаются людей с российскими паспортами, которые уже находились в Европе. Безусловно, я сам там сталкивался с этими ограничениями, мне блокировали банковские счета. Я не считаю, что эти сложности жизни, они сопоставимы с тем, что делает Россия. Если там блокировка моего банковского счета каким-то образом помогает противодействовать российской агрессии, я, правда, не понимаю, как это может помочь, но если это так, то окей, я это переживу. Я просто пошел в другой банк, мне там счет открыли, причем я был с теми же документами, почему-то один банк мне счет заблокировал, другой нет. То есть вопрос еще, как санкции имплеметируются и как они имплеметируются национальными правительствами. То есть мы знаем, что в Чешской Республике более жесткое отношение к российским гражданам. В Чешскую Республику нельзя приехать из третьей страны. Можно въехать с шенгенской визой, уже будучи в Евросоюзе, но из третьей страны с визой европейской, шенгенской, ты в Чехию не попадешь, если у тебя российское гражданство. Есть такие примеры. Есть примеры, когда сами компании или вот сами банки, например, таким образом трактуют санкции. То есть вопрос еще в том, как мы санкции трактуем и понимаем. То есть как трактуют и понимают санкции те, собственно, инициаторы их введений, которые вот таким образом поступают. Для меня очевидно, что против России должны быть введены и персональные санкции, то есть против тех людей, которые непосредственно связаны с войной. Мы все помним кейс, например, зятя Обносова, такого человека Зорикова, который жил в Праге здесь и прекрасно себя чувствовал, хотя там уже сколько, уже больше года на тот момент прошло полномасштабной войны, при этом непосредственный родственник человека, который делает вооружение, который обстреливает Украину, находился на территории столицы европейской страны. При этом страны, которая жестко заявляет, что она антироссийски настроена и не поддерживает войну, которую ведет Россия. Это абсурд, конечно. Если вы так заявляете, вы должны прежде всего против этих людей принимать меры, а не против людей, оппозиционную и антивоенную позицию, которых очевидно и которые легко проверить. Я помню слова президента чешского Петра Павла, который говорил о том, что может быть там над российскими гражданами нужно сделать так же, как было с японскими людьми, которые находились на территории Соединенных Штатов во время Второй мировой войны. Я говорю, ну хорошо, пожалуйста, если у чешских спецслужб достаточно ресурсов, давайте за всеми наблюдать. Вы же легко проверите людей, чем они занимались внутри России, какую позицию и чем они занимаются сейчас и какой позиции они придерживаются. Если мы с этой логики подходим к вопросу, пожалуйста, можно и так подходить. Но тогда почему у вас путинский преступник живет в столице? То есть, вот, конечно, должны быть и жесткие персональные санкции, и должны быть секторальные санкции, которые затрагивают военно-промышленный комплекс и товары двойного назначения. Вот таким образом я считаю. Ну, а если мы выступаем за секторальные санкции, они так или иначе затронут простых россиян. Без этого никак. Кажется странным говорить о том, что путинский режим как-то навечно, хотя он с нами уже довольно долго задержался, большую часть моей жизни, да, с путинским режимом с нами, очевидно, большую. И, в принципе, не собирается никуда уходить. Но мне кажется, что разговоры о том, что вот эта итерация России, она носит такой вечный, незыблемый характер, и Путин является апофеозом российской истории. Может быть, он в каком-то смысле является апофеозом, но не российская история, а вот кривого пути этой истории. К сожалению, она нас вывела на такую кривую дорожку, да. Но даже на мой век, сколько раз Россия кардинально вообще перестраивала свою экономическую, политическую ситуацию, да. То есть я родился, когда был перестроечный Советский Союз, потом был Эрос СПСЛ, потом Верховный Совет, да, с 91 по 93-го года. С 93-го года уже Ельцинская Россия, с новой конституцией 93-го года. После 96-го года у нас снова иная ситуация политическая, когда был у власти, да, собственно, и большое значение имел олигархат, так называемый, да, вот семибанкирщина, которая, собственно, помогла Ельцину выборы выиграть. То есть снова иная ситуация. Путинский режим, там, с 99-го или с 2000-го года, потом его окончание первого срока, это совершенно иная ситуация. Это тоже некоторые расценивают, в принципе, как лучшее время в России, потому что действительно, привели в порядок и налоговый кодекс, и экономика росла, и цены на нефть этому очень сильно способствовали росту экономики. То есть потом, опять же, иная ситуация, потом Медведевская Россия, да, тоже какая-то там, можно над Медведевым потешаться различным образом, особенно учитывая ту роль, которую он сейчас играет в российской политической действительности. Но, тем не менее, это тоже некоторая иная ситуация, да, это появление там каких-то кластеров, каких-то оазисов инновационных, там, Сколково, там, то, какой уровень играла российская IT, российская банковская система, IT-сервисы и так далее, и так далее, то есть насколько это было удобно и интересно вообще во все это вникать. То есть это была другая Россия. После Болотной, после событий протестов 11-13 года, консервативного путинского поворота, там, репрессивных законов против ЛГБТ, это другая Россия, да, уже иная, да, там. После того, как Россия начала полномасштабную войну с Украиной, это уже совершенно снова мы говорим о другом режиме. Мы говорим даже не о том, что это продолжение Путина, а о том, что это новый режим, что это какой-то военный путинизм, да, что, поскольку, ну, характер репрессивности, он зашкаливает, и это новый характер репрессивности. Сколько я уже перечислил, как минимум 5 или даже 6 России, то есть за время моей жизни, да, не такое уж долго, я бы так сказал, да. Что мы из этого можем сделать, да, что у философа Василия Розенова в его записанных книжках «Апокалипсис нашего времени» есть фраза, что Русь слиняла за два дня. Почему, как бы, да, Российская империя, могущественная страна, которая вела Первую мировую войну, вела ее с переменным успехом, но в некоторых аспектах и успешно. Галицию заняли там и далее наступали. Но, тем не менее, вот, общество было настроено против, и все это изменилось очень сильно. Это нам о чем говорит? О том, что все-таки, каким бы Путин ни был диктатором, он от общества зависим. То есть проблема и трагедия российского общества, то, что действительно, оно находится в очень такой моральной, я бы сказал, катастрофе. То есть люди, которые принимают войну и не хотят видеть, что происходит, они, безусловно, идут на очень серьезный компромисс со своей совестью. И пока этот компромисс выбирает большинство россиян внутри страны, Путинский режим будет продолжаться. Когда они изменят свою точку зрения, Путинская Россия слиняет за два дня, так же, как слиняла Николаевская Россия. Я боюсь угроз и репрессий, которые могут затронуть моих родных, которые остаются в России. Вот чего я боюсь. Ну, что я, как бы, не буду держать язык за зубами, было понятно еще, когда я находился в России, потому что я, как бы, участвовал в протестной деятельности и подвергался административными арестами, и было уголовное дело, по которому я проходил свидетелем. Очевидно, что, переехав, эмигриров, я также продолжу свободно высказываться и ситуацию описывать так, как я считаю нужным. Безусловно, я понимаю, что режим ужесточается, и что, учитывая, да, что я делаю, что я говорю, это может затронуть и моих близких, которые до сих пор находятся в России. Вот за это я переживаю, да. За их, за их судьбу. Россия, путинская Россия не вечно, что Россия, Россия меняется, что Россия может измениться, и потенциал для изменений в России есть. И как только Россия изменится, я не верю в то, что Россия одновременно может стать развитой западной либеральной демократической страной. Этого не произойдет. Но то, что Россия может стать другой, в это я абсолютно верю. То, что Россия может начать долгий, тяжелый путь трансформации и перехода к какому-то новому качественному состоянию, в это я верю. То, что путинская Россия не вечно, в это я не только верю, это я знаю, да, потому что, ну, сколько физически Путину отмерено, даже 10-20 лет, в любом случае это закончится. Поскольку режим в России персоналистский, мы все понимаем, что первое лицо определяющий, как только он уйдет, в любом случае будут перемены. Говорит, не Москва. Слушайте внимательно.